Заявление Народного антикризисного управления по фактам оккупации Республики Беларусь Российской Федерации, а также существенной утраты нелегитимным правительством Лукашенко контроля над территорией страны и втягивания Беларуси в войну с Украиной. Народное антикризисное управление констатирует, что в настоящее время Беларусь является территорией оккупированной Российской Федерацией, а незаконный режим Лукашенко несамостоятельным марионеточным правительством, которое сдало часть суверенитета Республики Беларусь иностранному государству. Полностью утратив всякую легитимность после грубой фальсификации выборов и захвата власти в августе 2020 года, режим Лукашенко подавил мирный гражданский протест путем самых массовых в современной истории Беларуси репрессий, которые продолжаются по сей день, при прямой поддержке России, без которой силовое удержание власти было бы невозможно. На текущий момент это привело к тому, что режим Лукашенко фактически утратил самостоятельность в принятии решений и в итоге потерял формальный контроль над территорией Беларуси. В результате беспрепятственного масштабного ввода российских вооруженных сил в Республику Беларусь ее территория используется как плацдарм для нападения на Украину. Против воли белорусского народа страна оказалась втянутой в войну и превратилась в агрессора в соответствии с нормами международного права. Факт участия Беларуси в агрессии уже отражен в резолюции Европейского парламента по вопросу российской агрессии против Украины от 1 марта 2022 года, а также в решении Совета ЕС от 2 марта 2022 года. В течение последних полутора лет преступные действия режима Лукашенко превратили его в международного изгоя и поставили Беларусь в полную зависимость от России. Сегодня Лукашенко фактически отказался от военного контроля над территорией нашей страны в интересах России, в обмен на возможность продолжать свое номинальное нахождение у власти. Из-за преступных действий режима Лукашенко и его коллаборационизма с российскими оккупантами Беларусь уже сталкивается, еще столкнется в будущем с далеко идущими негативными последствиями. Первое. Беларусь уже вовлечена в войну с Украиной на стороне агрессора, то есть в международное военное преступление. Сохраняется угроза участия белорусских вооруженных сил в активных военных действиях непосредственно на территории Украины на стороне России. Третье. Началась новая волна массовой эмиграции из Беларуси, которая будет только нарастать. Четвертое. Международное признание Беларуси агрессором по вине марионеточного правительства Лукашенко уже свершившийся факт, который влечет за собой разрушительные санкции и экономическую изоляцию Беларуси. Результатом станет полная потеря источников финансирования, неизбежный дефолт и коллапс экономики. Пятое. Кроме того, Беларусь рискует столкнуться и с будущей ответственностью за участие в войне с Украиной, в том числе выплаты Украине репараций в качестве возмещения запричиненные войной убытки. Тот факт, что гражданские власти Беларуси, администрации городов и районов до сих пор подчиняются режиму Лукашенко, а не напрямую включены во властные структуры Российской Федерации, не отменяет факта оккупации нашей страны. Очевидно, что ни белорусские власти, ни белорусские вооруженные силы не делают ничего, что позволяло бы подтвердить их самостоятельность, не говоря уже об активном или даже пассивном противодействии российским вооруженным силам, которые в нарушении Конституции и законов Беларуси используют территорию Беларуси как плацдарм для нападения на Украину. Один из самых главных признаков суверенитета – контроль над территорией – перешел под частичное управление Российской Федерации и прямо используется для решения задач в военной сфере, что является безусловным признаком оккупации. В результате размещения российских войск в различных регионах Беларуси при полном содействии марионеточного правительства Лукашенко Кремль обеспечил себе фактический и эффективный контроль над территорией с целью использования ее для начала войны против Украины. Все агрессивные действия России запуск ракет, использование белорусских аэродромов для боевой авиации, вторжение танковых и пехотных подразделений в Украину с территории Беларуси были осуществлены при прямом и грубом нарушении положений Конституции и законов Беларуси. Таким образом, мы констатируем, что Республика Беларусь является временно оккупированной территорией, Российская Федерация – страной-оккупантом, а режим Лукашенко – марионеточным правительством, и призываем наших союзников по демократическому движению поддержать такую позицию, а зарубежных партнеров дать соответствующую международно-правовую оценку сложившейся ситуации. В результате широкого признания на международной арене факта оккупации Беларуси Российской Федерации станет возможным эффективное продвижение следующих принципиальных вопросов. Первое. О сохранении территориальной целостности и независимости Беларуси. В этом контексте международное признание Беларуси временно оккупированной территории является важной превентивной мерой для защиты суверенитета нашей страны, так как любые возможные действия оккупантов по изменению юридического статуса оккупированной территории не будут иметь никакой силы с точки зрения международного права, которая обязывает оккупантов безоговорочно ее покинуть. Второе. О предотвращении размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия и создании угроз региональной безопасности. Третье. Об оценке любой активности граждан Беларуси по противостоянию режиму Лукашенко и российской оккупации как действий, совершаемых в рамках национально-освободительного движения по защите суверенитета и независимости нашей страны. Четвертое. О лишении марионеточного правительства Лукашенко международно-правовой субъектности и приостановлении членства Беларуси в международных организациях ООН, МВФ, Интерпол и других до прекращения оккупации и демократического формирования нового правительства. Пятое. О синхронизации санкций в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранении возможностей для России по обходу санкций через Беларусь и использованию нашей страны как офшорной зоны. Остановить российскую оккупацию, совершаемую при попустительстве марионеточного правительства Лукашенко, значит защитить суверенитет и независимость нашей страны и обеспечить безопасность в регионе.